Занятия по подготовке разыскных собак пройдут в кинологическом центре в Шимкенте, где специалисты будут изучать теорию, а также на границе Узбекистана и Казахстана. Там специалисты службы экономических расследований закрепят свои знания на практике. Американские кинологи привезли с собой современное оборудование, которое поможет в короткий срок и эффективно добиться результата. А в том, что он будет, заокеанские специалисты не сомневаются. Опыт общения с казахстанскими кинологами у них большой. За последние несколько лет мы уже не раз проводили такие курсы с различными казахстанскими ведомствами и никаких различий между американскими и казахскими кинологами не наблюдали. Собаки у нас одинаковые и методика обучения также похожа. Как и в Казахстане у нас подготовка идет на поиск таких наркотических веществ, как героин, кокаин, марихуана и синтетических наркотиков. Кроме того, мы будем обучать их обнаружению валюты. Гани Абдраманов – один из тех курсантов, кто пройдет курс обучения со своей питомицей Найзой. На их счету за последние годы пять фактов обнаружения наркотиков на узбекско-казахстанской границе и призовые места на республиканских и международных соревнованиях кинологов. Как говорит специалист, вопреки расхожему мнению, что все поисковые собаки присажены на наркотики, все результаты в поисках запрещенных веществ досягаются только постоянной тренировкой. У нас очень много различных методов обучения собак. В основном мы применяем игровой способ. Например, собака должна по команде найти спрятанный мяч, за что она получает поощрение. Вызываемая таким образом у Найзы азарт. Я добиваюсь результатов и во время дежурства на границе, но наркотики мы никогда собакам не даем. О значении кинолога в борьбе с контрабандой говорят и цифры. Так, две трети всех наркотиков на казахстанской границе были обнаружены при помощи разыскных собак. А появление именно в нашей области американских инструкторов не случайно. Пассажирский грузопоток на казахско-узбекской границе схож с условиями на рубеже США и Мексики. Климатические условия континентальные, особенно в летний период времени, плюс 45, это в среднем температура 40. При этом собаки выдыхаются, как любой, не только собаки, но и кинологи. Мы хотели бы, чтобы поделились опытом именно инструктора, так как у них граница, есть мексиканская граница, город Эль-Пасо, который граница с Мексикой. Грузопоток очень большой, по климатическим, тоже приближенный к Южно-Казахстанской области. И мы бы хотели посмотреть, как они в этих случаях применяют собак эффективно для выявления наркотических средств. Курс обучения продлится в течение месяца. По его окончании заокеанские специалисты планируют подарить привезенное оборудование южно-казахстанским кинологам, несущим службу на казахстанско-узбекистанской границе. Даня Архудайбергенов, Боржан Жусипов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар». Соревнования проводятся.